За снос дома Петрова Ейкова или дома Саркой, как называли его староскольцы, администрация Старого Оскола оштрафована на 350 тысяч рублей. Такое решение принял Староскольский городской суд. Напомним, жилой дом номер 56 на улице Комсомольской находился в муниципальной собственности городского округа. По становлению главы Александра Гнеды в 2014 году здание признали аварийным и приговорили к сносу. Жильцам предоставили другую жилплощадь по программе переселения из аварийного фонда. Староскольцы пытались остановить действия чиновников-ременщиков. Обращались различные ведомства, в том числе в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области, с просьбой включить старинный дом в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Процедуру определения историко-культурной ценности здания запустили, однако власти успели разобрать дом до ее окончания. Государственная экспертиза гласит, цитата, В градостроительном аспекте здание представляет элемент фоновой застройки городского квартала, сформированного в XVIII веке в историческом центре города. В архитектурном отношении дом представляет оригинальный образец жилого дома, построенного в эпоху эклектики в кирпичном стиле, с помощью архитектурных элементов, заимствованных из русской архитектуры и классицизма. Указанный дом представлял ценный в градостроительном отношении объект городской застройки исторического центра Старого Оскола. Однако в связи с его разрушением дом перестал представлять историку культурную ценность. Конец цитаты. В ходе судебного заседания представитель администрации города отрицал вину юридического лица в совершении административного правонарушения. Однако Старооскольский городской суд постановил признать администрацию округа виновной и назначил штраф в размере 350 тысяч рублей в доход государства. Администрация, не согласившись с решением, обратилась с жалобой в Белгородский областной суд. Но вышестоящая инстанция отклонила жалобу и признала постановление Старооскольского суда законным и обоснованным. Оно же вступило в законную силу. Глава округа по-прежнему уверен, что дом с аркой нужно было снести. На одной из недавних встреч с журналистами на наш вопрос об историко-культурной ценности дома дворянина Ваейкова Александр Гнедых ответил. Арка и арка. Какая историческая ценность? Да вообще никакой. Да я вас умоляю. Что значит никакой? Да так. Историческая ценность в истории этой арки. История должна быть в хорошем содержании. А если она в аварийном, если уже невозможно ее привести в порядок, поэтому и пошли в таком пути. Разобрали этот дом, подготовили инвестиционную площадку, пусть заходит бизнес построить дом. А если они построят дом в старом архитектурном стиле, к чему мы их будем призывать, вот мы будем рады. И пусть они дальше эту архитектуру содержат. А это арка какая-то вообще непонятная. Откуда? Вот давайте мы сделаем такую же, только новую и еще красивее. Вот это будет правильно.